Друзья, всем привет, доброго вечера. Если сегодня вы прочитали новость о том, что повестки мобилизованным будут выдавать через мессенджеры, ну типа Вайбера, Ватсапа и Телеграма, и поверили в то, что повестки будут рассылать через мессенджеры, я вас поздравляю, вы эталонный избиратель, слуги народа, потому что верите во всякую чепуху. Это чушь, вас разводят, как разводили и будут разводить слуги народа, которые на самом деле являются коллективным 95 кварталом. Эти люди и выборы, и всю свою политическую карьеру, и даже войну строят чисто на пиаре, в сценариях, красивых видосиках, роликах, заявочках, фоточках и придумывают новости для того, чтобы отвлечь вас от реальности. Но прежде чем поговорим о реальности, давайте уделю одну минуту, ну может быть две, потому что это на самом деле смешно, выдачи повесток через мессенджеры. Ну вот как вы себе это представляете? Ну то есть есть у вас телефон с установленным там мессенджером, поменяйте номер. Прилежите ваш телефон к одному номеру, который вот у вас, ваш официальный, условно финансовый номер для вашего интернет-банкинга. А ватсап, вайбер, телеграм и сигнал, например, привяжите к левому номеру, к иностранному номеру в конце концов. Да просто откажитесь от их мессенджеров, ведь есть люди, у которых есть и кнопочные телефоны. Их в стране все еще много, потому что во многих отдаленных городках и селах нет нормального интернета для того, чтобы работали мессенджеры. Просто людям неудобно это. По старинке. Ну то есть какие повестки, через что рассылать? Ну это же чистое фуфло. Ни в одном законопроекте, ни в одном законодательном акте и конституции не написано о том, что человеку можно прислать повестку или вызов в суд через ватсап. Это невозможно. Нужно личное вручение, которое должно быть зафиксировано либо электронной подписью, либо подписью на бумаге, либо двумя свидетелями. А все остальное это чистый чос и фуфло. Но заметьте, фуфло это разгоняется не просто через какие-то сливные бачки, а через целого представителя президента Украины в конституционном суде, народного депутата, заместителя главы комитета по вопросу национальной безопасности и обороны от слуги народа, Федора Венеславского. Ну то есть, простите за мой французский, ни хуй собачий делает такие заявления, ну потому что любой другой, сделавший такие заявления, был бы просто осмеян. А так есть какой-то статусный персонаж, который вот вам тупо-тупо-тупо, да, врет в лицо. Причем врет только для того, чтобы все передовицы сегодня были забиты вот этой вот историей про повестки, которую никто никуда не будет отправлять. Ну проще же всего это было бы сделать через Дию, но даже через Дию это сделать невозможно. Потому что законодательство это не предусматривает. Ну а про мессенджер я вообще молчу. Но с таким же успехом вам повестку можно на бумаге бросить в почтовый ящик, вы и подотретесь, и выбросить ее в урну. Вот и все. А рассказывать это и делать из этого главную новость дня можно только для того, чтобы отвлекать внимание людей от чего-то более важного. Этим всегда занимались слуги народа. Этим всегда занимался квартал 95. Выдумывая фейковые новости, фейковые информационные поводы для проталкивания нужных решений, либо сокрытия ненужной информации. Ну самый яркий пример, вы о нем знаете. Это покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Помните, его машину обстреляли. Никуда не попали, никого не ранили. Раненого водителя, которого якобы ранили. Который тоже работает, кстати, каскадером, работал в студии квартал 95. Никто не видел. Сам Шефир цел не вредил. Вот такое вот везение. И это покушение, если помните, было вот совершенно ровно в день принятия закона об олигархах. Вот нужно было его принять. И вот, смотрите, вот Шефир, на него покушались олигархи. Давайте засрочно примем закон. Помните ли эту историю? Закон об олигархах принят. Реестр олигархов якобы готов, только до сих пор не введен в действие. А потому что, ну, поменялась конъюнктура. Венецианская комиссия сказала, что она не поддерживает эту инициативу. Это против нарушения прав человека. Обзывать кого-то олигархом, а кого-то олигархом делать, но этого не замечать. Да, и при этом содержать его на должности в офисе президента. Поэтому, вот, когда им нужно, они придумывают вот такие вот вбросы, которые замещают с собой повестку дня. И вы начинаете говорить вот про это фуфло, типа повестки через мессенджеры. Но не говорите о важных вещах. Итак, какие есть важные вещи, о которых мы с вами не говорим. А говорим мы, друзья, с вами о ситуации в Бахмуте. Российские средства массовой информации заявляют о том, что 65% города уже контролируются вагнеровцами и кадровыми войсками. Российской Федерации. Мы не говорим с вами о том, что не поставляется обещанная военная техника в Украине. А 18 леопардов, которые достались нам от разных стран. Ну, это классный пиар-ход для рассказывания о том, что мы тут все, у нас танки уже появились. Мы вот сейчас вот пойдем в контрнаступление, то как бы нету с чем. И они задерживаются, эти поставки. И на самом деле, если отбросить вот это фуфло, которое вам вливает в уши 95-й квартал. Потому что они же этим фуфлом прикрывают свое воровство, которое вот немерено. Свои махинации, схемы и так далее и тому подобное. Вот прикрывая вот эту вот ерунду и отвлекая людей. К сожалению, уровень сознания масс до сих пор остается низким в нашей стране. И вот это можно не так манипулировать. Ну, давайте вернемся к смыслу. Проблема в Бахмуте. 65% города, если верить вражеским средствам массовой информации, потеряно. Нехватка вооружения для проведения контрнаступления. Отсутствие поставок этого вооружения. Нехватка снарядов для ведения огня по противнику. И многие-многие другие проблемы. В том числе хищение в армии, хищение на зерновом коридоре. Смотрящие от СБУ, БЭБа, ШМЭБа, Налоговой. По всем структурам, по всем государственным предприятиям. И по всем центральным органам исполнительной власти, которые могут генерировать кэш. Превращение страну, по сути дела, в диктатуру коррупционного типа. Которая все прикрывает войной. Все ошибки и все проблемы закрыты войной. У нас война, давайте про это говорить не будем. Отключенные новости и многое другое. Но, как говорят, наверное, в офисе президента, лохам легко вскармливать новости про мобилизацию. Люди этого боятся. Люди этого боятся, понятное дело. Потому, пугая их какими-то новыми новшествами по мобилизации. Вот, кстати, ядерное оружие в Беларуси поставили. Я вам рассказывал эту историю. Ядерное оружие поставили в Беларуси, мы усилием мобилизацию. Мы усилием мобилизацию, если будем вам повестки рассылать в вашу мессенджер. Отключите телефон и читайте новости. Не заходите в Телеграм. Там же придет повестка. Не заходите в Телеграм. Понятно, да? О чем это все? Это все для того, чтобы вы не читали новости в Телеграме. Не переписывались в мессенджерах. Переходили на сотовую связь, где, возможно, будут прослушать. Ну и всякая остальная дрянь, гадость, мерзость, которую способны продуцировать только авторы 95-го квартала. Не ведитесь на развод и на фу-фу. Читайте новости, которые не придуманы в офисе президента. Чтобы поднимать реальные события в жизни, подпишитесь на канал Дубинский в Телеграме Дубинский Про, в Инстаграме Дубинский Про, в Фейсбуке Александр Дубинский, в Твиттере Алекс Дубинский и в ТикТоке Дубинский Про. Все для правды, все для Украины и все ради победы. Будьте здоровы, не позволяйте делать из себя дураков. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok